В преддверии праздника 8 марта в Могилевском городском центре культуры и досуга прошел традиционный торжественный прием, приуроченный к празднованию международного женского дня. В белом зале центра культуры и досуга собрались лучшие представительницы прекрасного пола города Могилева. Это самая активная женщина города, лучшая друженица предприятия и работница различных сфер жизнедеятельности, а также многодетные мамы, которые, несмотря ни на что, занимают активную жизненную позицию, добиваются поставленных целей, свою жизнь посвящают на благо общества и на благо своей страны. Для милых дам городские власти подготовили праздник, чтобы еще раз напомнить, что наши женщины – самое лучшее. Я хочу сказать, что сегодня нет ни одной отрасли, где бы женщины не трудились. Они сегодня являются и передвиками производства, они сегодня руководят общественными организациями и самое главное, что они, прежде всего, являются хранительницами семей Ночага. И не случайно сегодня очень много уделяется внимания в нашем государстве семье и женщинам, потому что понятно, что если есть здоровая семья, то это есть и будущее региона, страны. Женщинами нельзя не восхищаться. Они учат и воспитывают детей, берегут здоровье населения со свойственной мудростью и обаянием. И, несмотря на снежную и совсем не весеннюю погоду, все гости смогли окунуться в праздничную и теплую атмосферу. Очень хорошее настроение, особенно сегодня, когда увидела такое внимание к нам, к женщинам, как будто у нас именины. Женщины чувствуют себя именинниками. Праздничное настроение, конечно, чувствую, особенно в таком окружении красивом, дам красиво. Что хочу пожелать дамам? Радости в глазах хочу пожелать, в душе покоя, в сердце любви, в семье благополучия, ну и здоровья крепкого, конечно, чтобы всегда были такими красивыми, не только в праздник. Как отметили на праздничном мероприятии, без женщин совсем были вы слабые мужчины. Ведь именно любовь прекрасных дам делает их сильнее. Ну а наши мужчины, в свою очередь, пообещали делать все, чтобы каждый день радовать милых дам. Благодарность за их труд, терпение, любовь, прекрасных представительниц наградили благодарственными письмами и подарками от Могилевского госполкома. Алина Абабурка, Леонид Секорин, Второй канал. 6 марта зал Лицея колледжа искусств был наполнен улыбками и очаровательными женскими лицами. В Ленинском районе прошло праздничное мероприятие, приуроченное Международному женскому дню. В нем приняли участие представители городской власти. Со сцены звучали слова благодарности и признательности всем женщинам Ленинского района. За особые заслуги перед городом были награждены почетными грамотами и благодарностями те представительницы прекрасного пола, чей труд неоднократно был отмечен на высоком уровне. Среди них передовики производства, представители сфер образования, здравоохранения, культуры и науки. Знаково отметить то, что четверо многодетных женщин были награждены почетным орденом матери. Каждая из них воспитывает более пяти детей. На примере Елены Волохович можно точно сказать, что большая дружная семья – это залог счастья и семейного благополучия. Вместе с мужем они воспитывают пятеро детей. И это не мешает семейной паре вести активную общественную жизнь. Они возглавляют организацию «Открытые сердца», где помогают нуждающимся. Мы занимаемся защитой жизни семьи. Мы с мужем создали благотворительный фонд, который занимается защитой жизни семьи. И своей жизнью, своей семьей мы просто показываем прелесть многодетной семьи, прелесть хороших супружеских взаимоотношений, то, что детей много, то, что они хорошо между собой общаются. Ну и в этом наше счастье. К поздравлениям присоединился и глава администрации Ленинского района города. Он отметил, что современные женщины с высоким профессионализмом и активным участием в разных сферах жизни смело берут на себя ответственность за будущее и настоящее нашей Родины. Дорогие женщины, девушки, дорогие красавицы, я поздравляю вас с наступающим праздником Весты с 8 марта. Самое главное, вам желаю счастья, здоровья. Я вам желаю в первую очередь семейного благополучия. Пускай с вашими родными все будет хорошо, успешно, счастья, здоровья. И желаю вам успехов в работе. Я вам желаю процветания на благо нашей Белоруссии. Поздравили женщин с наступающим праздником и сотрудники Могилевской госавтоинспекции совместно со страховой компанией «Таск», компанией «Конты» и магазином «Авто-1». В этот день женщин-водителей останавливались единственной целью – подарить цветы, вручить подарки и сказать теплые слова поздравлений. Мы проводим совместную акцию вместе с госавтоинспекцией поздравлений женщин с таким чудесным праздником, как день 8 марта. И хотим донести для них информацию, что страховая компания «Таск» – это гарантия защиты их интересов. И также, как и ГАИ, мы за безопасность движения. Такой неожиданный сюрприз приятно удивил прекрасных дам. Они уезжали с улыбками на лицах, поблагодарив всех за порцию позитива и хорошего настроения. Прекрасные подарки, конечно, не ожидала, но спасибо большое за все. Очень волнительно, неожиданно. Ну, поднялись с утра настроение. Большое, конечно, спасибо. Приятно. Чувствуете, что это праздничное? Ну, да. С вашим поздравлением сразу почувствовалось. В связи с наступающими праздниками госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов – оставайтесь бдительными, не торопитесь на дороге, соблюдайте правила дорожного движения и помните, что дома вас ждут близкие. Трудолюбивые и прекрасные в преддверии Международного женского дня в Могилеве честовали самых красивых, умных, активных работников профсоюзных предприятий и организаций области. Все здесь, которые присутствуют, они в большинстве своем и занимаются общественной жизнью, а не только производством, конкретно производством. И, между прочим, не за какую-то оплату, а просто от сердца занимаются своим коллективом и внедрают какие-то новые моменты для того, чтобы коллективы занимались, начиная от спорта, туризма, экскурсий, песенные коллективы и так далее. Теплые слова, награды и грамоты, а также денежный подарок получили от председателя Могилевского областного объединения профсоюзов – самая активная представительница прекрасного пола профсоюзной организации. Эти женщины знают, как совместить и передовое производство, и общественную жизнь. И делают это они лучше всех в области. Вы знаете, я вообще председателем профкома стала очень рано. Мне было 24 года, но тем не менее я справилась. И, вы знаете, работа очень интересная. И моя основная работа маркетолога, она, конечно, помогает. Идет соприкосновение, и вообще у нас коллектив очень замечательный. Если говорить об одном дне профсоюзной жизни, то это всегда особенный, неповторимый, потому что у профсоюза всегда тысяча дел в один день. Прежде всего, надо очень много сделать по защите членов профсоюза, потому что сейчас в наше время очень много людей обращений поступает по профсоюзной линии. Кому-то материальную помощь организовать, кому-то съездить поздравить с юбилеем. Моя работа очень интересна, потому что мы работаем для людей и с людьми, а это всегда интересно. Ведь каждый человек по-своему уникален, и работа с людьми одна из самых интереснейших. Цветы и сладкие угощения получили все дамы без исключения. И, конечно же, не обошлось без музыкальных подарков и поздравительных слов. Ведь Международный женский день – один из самых любимых и долгожданных праздников прекрасной половины человечества. К самому весеннему празднику, Международному женскому дню, предприятие «Могилев Зеленстрой» подготовило порядка 22 тысяч цветов. В этом году порадуют могилевщан большим ассортиментом. В продажу поступят розы, тюльпаны, хризантемы, герберы, крокусы. Кроме этого, предприятие вырастило и закупило комнатные растения, которые, как показывает практика, пользуются особой популярностью у жителей нашего города. У нас на сегодняшний день в продаже имеется продукция собственного производства – это гиацинты, крокусы, также тюльпаны. Значит, ценовая категория наших растений – гиацинты и крокусы – это от 3 до 5 рублей. Тюльпаны у нас от 2 рублей в продаже. По желанию покупателя цветы можно оформить в виде букетов и праздничных корзинок, а также дополнить оригинальными аксессуарами. Оформить ваш подарок помогут опытные флористы магазинов. Отметим, что фирменные магазины предприятия «Могилев-Зеленстрой» будут работать с утра и по сложившейся традиции до последнего покупателя. Своеобразный подарок к международному женскому празднику подготовила булочно-кондитерская компания «Домочай». Выставка «Сладкая феерия» кондитерские хиты «Домочай» готова порадовать любителей не только вкусной еды, но и искусства. Мастера «Могилева» подготовили экспозицию, на которой представлены многочисленные хлебобулочные кондитерские изделия. Главными экспонатами стали работы победителей международных и мировых конкурсов профессионального мастерства кондитерского искусства. Работа полностью сделана из соленого теста. Изготавливалась она где-то 3-4 недели, около месяца. Она участвовала в конкурсе, в республиканском конкурсе «Смокота» и заняла золотую медаль. По тесту это была лучшая работа. Изготовлена в стиле лямот-натюрморт. Каждый символ не просто, и там много всего навалено. Каждый символ что-то означает. Допустим, попуга – это красноречие, рак, омар, это мудрость. Это шедевры по хлебопечению, декорированию тортов, работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой, пастилажем, слоеным тестом и марципаном. Мы, сотрудничая с компанией «Домочай», решили, что почему бы нам не показать их маленькие шедевры. Шедевры – это шедевры кондитерского искусства, различные конкурсные торты, которые делались мастерами компании для различных международных и других выставок. Кондитеры компании «Домочай» являются участниками, победителями и обладателями многочисленных наград, конкурсов профессионального мастерства и специализированных продовольственных выставок как в Беларуси, так и за ее пределами. Откроется экспозиция 9 марта в выставочном зале Могилевского областного краеведческого музея имени Романова. Работать она будет до 29 марта. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака. ТВ-2.бай